мы рады приветствовать вас на нашем канале дом мебли и сегодня хотелось бы немножко поговорить о заточке я думаю что многие с этим стыкаются особенно производители производители мебели стыкаются с заточкой посмотрел в ю тубе много об этом есть информации вот я себе решил приобрести вот такой вот водник этот камень это водный камень фирма кита его серийный номер в каталоге можно посмотреть вот такой вот камень его гритность 1300 в принципе очень даже за такие деньги в принципе очень даже очень даже неплохо вот но еще в интернете посмотрел одну информацию там есть информация когда один блогер он рассказывал о том как сделал самодельный брусок он взял алмазный порошок и смешал его с эпоксидкой и вот получилось очень даже неплохо не знаете я посмотрел на это все и решил себе немножко попробовать что я сделал я сделал себе вот такой вот брусок вот такой брусок я сделал себе что это за за состав когда-то у нас был еще очень давно прикирочный порошок для клапанова вот так он назывался я даже не знаю какая ван аналог есть возможно это карбид кремния я даже не скажу я взял этот порошок смешалась эпоксидкой у меня получился вот такой вот вот такой вот брусок что он собой представляет ну я вам сейчас продемонстрирую примерно что сначала его немножко выровняем на вот карбид кремния вот такой карбид кремния это нашим киевском магазине интернет-магазине я покупал вот сейчас попробуем его немножко выровнять как он будет себя вести выравнивается очень даже очень даже неплохо я уже немножко раз выравнил но еще еще что было посмотреть вот он уже начинается прилипание выравниваем на стекле вот уже пошло вот он уже вот он уже пошел процесс выравнивается очень даже неплохо очень даже неплохо вот так я я не буду слишком долго слишком долго его ровнять ну потому что это просто просто хочу показать сам принцип сам принцип сейчас вот получился меня вот такой брусок это прикидочный порошок смешанный с эпоксидкой все но все сейчас я вам продемонстрирую это у нас водный камень это у нас примерно какая-то старая стамеска была сейчас я вам покажу немножко его заматируем камень японский макита в принципе неплохой ну хотелось бы конечно по крайней мере я ожидал немножко даже больше от него но смотрю как интернете уже было замечено что за такие деньги в принципе в принципе неплохо камень снимается очень даже работает неплохо вот так он нет даже кажется что он больше снимает самому камня нежели сталь ну все равно опять же я не стараюсь там что-то заточить и просто так заматил чтобы просто вам показать принцип работы другого камня то есть он скажем вот что мы имеем так ну и теперь попробуем на этом камне на этой нашей самоделки и так я просто смачиваю водой не знаю правильно это неправильно скажем так может можно было каким-то маслом по проводу по крайней мере взяла так вот водой и вот что самое интересное он начинает работать и причем работать он начинает очень даже и неплохо вот смотрите буквально немножко немножко провел уже уже начинается съемки вот уже металл так что мы видим вот он не просто стачивает он полирует вот какая вот какая выходит полировка на нем вот итак мы видим что он просто его заполирует я не знаю как апреле какая здесь гритность если просто даже на ощупь если здесь 1300 ну то здесь примерно так ну тысяч пять-семь наверное ну это по моих так прикидках вот он вот он как работает вот 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 то есть ну скажем так здесь вот то есть уже идет вот вот он держится вот если посмотреть немножко как видно он уже он просто полирует и затачивает и полирует я не буду сейчас затачивать стамески показывать как как режет бумагу как волос но в принципе кто в этом разбирается он уже видит вот вот это полировка вот это полировка в принципе то же самое что можно достигнуть паста гои на коже затачивает затачивает очень даже неплохо и так подведем немножко это вот такой брусок спасибо стоимости он получился мне где-то полтора доллара то есть эпоксидка там пол доллара или доллар эпоксидка стоит ее сам порошок порошок в принципе стоит по крайней мере если это карбид кремния если это карбид кремния я не знаю он стоит копейки вот вот получается такой брусок брусок для заточки очень даже в принципе неплохо потому что если покупать водные камни дорогие вопрос даже не в деньгах сколько они стоят а вопрос в том чтобы купить то что то что то что ты хочешь купить потому что очень многие даже и в ютубах смотрел покупают но они не оправдывают тех надежд которые на них возлагают если купить камень за 150 долларов и он не работает ну то немножко как то даже и денег жалко и жалко то что и потраченное время и все остальное и не сбывшиеся ожидания вот этот брусок который самодельный брусок который в принципе в принципе мне кажется очень даже неплохо работает очень даже неплохо ну я думаю что на этом все пока если будет дальше что то еще новое по абразивах по заточке обязательно выложим так что всего хорошего до свидания а